И так, привет, с вами ДопК, мы продолжаем играть за Германию с нашим прекрасным кайтером Вильгельемом Вторым И если вы еще друг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем нашу Германию застраивать военными заводами и делать невероятные дорогие танки Поехали! И начинаем реализовывать наши мечты об Италия Африке, если быть честным, о этом вот прекрасном бафе Так что начинаем в них инвестировать, и там приятные бафы, их очень жестко бафают по военным заводам, по фабрикам Я вижу, это на самом деле полезно, может их даже сможет что-то отстроить, как будто микроармия пока что там, видите, промышленности нету, поэтому не сможет она, наверное Но с нашими бафами, я думаю, однозначно это возможно Скоро там появится армия, по крайней мере защищаться они, надеюсь, смогут И мы, если что, закончили подниматься с колен, а значит у нас убрался, во-первых, дебаф Теперь у нас дата НП действительно сейчас будет 0 Тут, кстати говоря, даже лишний, как будто Ну мы сможем теперь какие-то взять бафы за ТНП, типа вот таких вот Где-то еще у нас, может, тоже такие будут Так, главное, мы сможем сделать вот это Эта идея нам добавится, я, кстати, говоря, сделал бы ее пораньше, чтобы политку она нам настакала Так что сейчас он закончится, вот этот фокус Пожалуй, сразу сюда, и потом в Т-5 И просили, как нам хотят зайти Конечно, их берем Любой союзник, это хорошо Тем более, что по ощущениям мы будем одни в этом мире Здесь, ребята, к нам никто не зайдет Россия, очевидно, к нам не зайдет Британия очень вряд ли Ну, Америка, только если вдруг, но я тоже насчет этого сомневаюсь И немецкий орел снова поднимает голову Прелесть, давайте сразу же 5 ТНП полученных от поднятия призыва берем Начнем закачивать, пожалуй, истребители Поэтому давайте самые жесткие бафы на атаку И возьмем еще второй тоже на истребители Тоже двойной у нас будет концерн на наших самолетах Чемчужина готова ТНП все так же теперь 0 Прелесть, все, одна фабрика там уходит И можно взять немецкий подход к экономике Минус ресурс на продажу Плюс куча ячеек и минус ТНП Вообще, идея тоже неплохая Все-таки нам нужно это сейчас сделать минус Чтобы потом потратить на другие бафы Ну и опять ресурсов тоже очень круто Потому что, ну да, мы очень много ресурсов имеем Но, к сожалению, очень много их продаем Ой, мы можем теперь позвать к нам друзьям Давайте начнем в Норвегии И она не является другом мира Блин, это грустно Ладно, тогда давайте все-таки подарьте политку На стабильность и на ячейки исследований И давайте темп исследований возьмем за ТНП У нас ТНП хватает минусового Можем спокойно поисследовать побыстрее И, пожалуй, возьмем вот отсюда 200 политки Топы У нас сейчас будет 85 стабы Понажимайте кнопочки на как раз-таки исследования И я бы очень хотел уже сделать себе механ И пока что мы также возьмем все бафы на пехотку Чтобы зарашить, наверное, пехотку пора тоже уже И, соответственно, получить ее под бафами У нас плюс стоимость дается, но Зато у нас даются тоже очень хорошие бафы На самом деле в сумме реально хорошие И самое главное Вот эта вот плюс надежность, которая нам дается Она будет сказываться и на наших вот этих вот танках У которых надежности пока не очень хватает Но будет новое шасси, будет получше А вот и новая ячейка подъехала Релесть Скоро мы таким образом доисследуем нужную нам авиацию И смотрите, кармия восходящего солнца И Британия тут тоже, так сказать, триумфируют Скоро-скоро начнут они делать что-то Мы уже могли начать делать что-то, так сказать Но я пока все же иду за бафами Потому что это все же Постановящие И смотрите, польские имперские мечты Неужели Польша решила пойти В какой-то, собственно, независимый путь Польша, кстати говоря, здесь есть свои фокусы Возможно, мы за них когда-нибудь тоже поиграем Может, даже они прикольные Ну что, давайте делать все-таки уже Дипломатические, так сказать, фокусы Разберемся с Бельгией, с Нидерландами И со Скандинавией Все-таки стоит с этими ребятами как-то Финализировать их отношения с нами Чтобы чувствовать себя в безопасности И как-то наши войска по границам уже разводить Потому что пока что Нету даже малейшего представления о том Кто именно начнет войну И это на самом деле весело И, скорее всего, здесь плюс-минус Это рандомно и происходит Потому что может начать кто угодно Кто сделает по фокусам Как раз-таки казусы Белли Но на всякий случай мы, конечно же, готовимся В первую очередь против французов и австрийцев И мы нарушаем не третий Бельгий И говорим варвары Непонятно кто Бельгийцы, что ли В любом случае сюда ставим нашего лучшего генерала И сюда нашего лучшего фельда И Бельгия не приняла наши, так сказать Хорошие намерения Мы хотели просто защитить их, очевидно, от французов Но они этого не поняли И решили с нами повоевать Ну ладно, мы покажем им, что они категорично не правы Сразу там дальше делаем Нидерланды Ну и давайте Бельгия Так, начать им лекцию Нажали кнопку Прекрасно Наши преподаватели Скоро отойдут до Брюсселя И объясняют, почему вступать в Рейхспакт Это хорошо И так, прекрасно Их студенты капитулировали перед нашими Неопровержимыми фактами Итак, серия Нидерланды Нидерланды тоже хотят лекции Мы без проблем их предоставим Без особых проблем Наши прекрасные преподаватели Париживают их тезисы о независимости И вот, прекрасно Они понимают, что их путь, конечно же, был Все это время в составе Ладно, давайте сделаем марионетками Все даже И вот они Бельгия здесь тоже теперь имеется прелесть И Австрия объединила империю Очаровательно Для них А мы же, наоборот, напрягаемся Хочется мне Наш Кайзерлих, так сказать, восстановить И получить себе баф на 5 На производительность, на все Но это даст 5 ТНП Я хочу сначала это где-то потерять, как говорится Но пока эти бафов на ТНП нету Они, впрочем, будут вот здесь Вот после этого, как и тайк там вступит Ну и вообще, я бы, наверное, планировал Нашу атаку на Францию Единственное, нам все еще нужно доделать Наши Королевские Тигры Да и БТРов у нас Ну, бронетранспортеров у нас не хватает Поэтому танковые действия у нас еще не доделаны А хотелось, чтобы были Итак, не дали ли ТНП, что они для нас враги Так и есть Давайте-ка с румынами там поговорим С Венесуэлами, с этими всеми ребятами Ну и сейчас займемся, так полагаю Норвегия Здесь войска у нас уже полностью готовы Перебросим только авиацию И Венесуэл наш друг Прекрасно У меня решил остаться нейтральной Посмотрим, насколько хорошо у них это получится И давайте возьмем вот эти 5 стабильности Я хочу все-таки добить уже Ту самую сотку И взять те самые бафы на исследование Точнее ячейку И Норвегией мы занимаемся В Скандинавии у нас не должно быть неприкрытых тузов Швеция же не хочет Потому что у них опасные границы Звучит очень забавно Надеюсь, они скоро придут И Норвегия присоединилась к Содружеству нации В очень, я бы сказал, любопытный момент И вот таким вот образом Незамысловатым мы взяли и вступили в войну Против Британии И всех ее союзников Потому что Швеция не захотела Вступать в войну Из-за того, что у нее типа неприкрытые границы Я тоже выставку готовил Очень интересный способ вступить в войну Как я бы так сказал Ну что я могу на это ответить Лишь то, что Начинаем наступление в колониях К этому мы уже точно готовы Здесь то же самое сделаем Британия к этому не будет готова Я это чувствую И вот этими границами мы тоже займемся Дальше Наши здесь союзники, я думаю, справятся С колониями какими-то Южной Америки Их Ну и в целом Кроме этого еще здесь есть Индокитай А вот здесь, кстати говоря Немножко опасно Я не думаю, что наши ребята Смогут справиться с Японией Это, мягко говоря, невозможно Ну, в Завертании здесь мы разберемся без своих проблем И это, на самом деле, упростит нам ситуацию в будущем Также мы получили немножко элитных дивизий ВДВ Возможно, мы их еще будем где-то использовать И забрали мы у Британса Гибралтар Прекрасно вот таким вот образом И здесь сейчас тоже, по-моему, позабираем у них все колонии И, в принципе, из Африки их полностью выбьем Отобьем у них нефть, я думаю И Южную Африку Все говорят, там уже кто-то А, нет, нас Наоборот, нас, что ли, захватывают Я не очень уверен, как здесь была граница до этого Но да, там территории теряются А по флоту мы ждем переборужения двух наших авианосцев Достройки еще одного линейного крейсера Даже, наверное, скорее двух И после этого мы, в принципе, будем готовы воевать Плюс еще у нас дотренется флот Это, я так понимаю, захваченный бельгийский, нидерландский флот В общем, нормально Наверное, подлотки единственное стоит отсюда делить И их пораньше можно будет пустить в бой Также я посмотрел уже доктрины И здесь не зонеркальная вторая доктрина На минус как раз-таки видимость Так что именно это мы и будем делать И на этом мы, в принципе, думаю, развалим любые флоты Оба на дом виндзор Смотрите-ка, он делает то, что необходимо Предскороли решили официально объявить о смене фамилии на виндзор Ага Ну, что-то можно сказать Зря, зря Теперь мы точно их разгромим Смотрите-ка Статья Пусть рвёт на шартлере Ага Погречный гонслит с Австрией Ну, удача австрийца, что я могу вам сказать Ну да, тут прям реально удача Хотя Их дивизии зашли И стало не так весело Кстати, требования Австрии Сейчас, видимо, скоро война На фоне такого всего И да, тут японцы начали высаживаться В Тихом океане Мы там ничего не можем сделать Мы сейчас здесь сюда делаем Я думаю, мы просто сами пойдём высаживаться в Британию в скором времени Эти конфликты мы всё-таки, скорее всего, проиграем Если у нас сейчас только Да, у нас войска не зареинфорсились Это очень-очень больно сейчас было Получить по лицу от нас Мы точнее получали от Австрии Надо срочно делать тоже унижение И Их выигрывать Но нам не хватало на самом деле бафов Нам бы здесь ещё Так сказать, пехотный баф взять И, возможно, танки подогнать И ещё здесь, по-моему, тоже можно взять Да, то есть Нам нужно просто побольше бафов И теперь с Польшей А вот с Польшей у нас там нету дивизий на границе Так что нам сейчас надо будет туда только ещё дойти И Да, мы не успеваем Да, мы реинфорсим Просто ужасно На этих всех битвах нас Просто да Очень же раскрадывали Но мы ещё вернём своё Надо понимать, что эти битвы Оффенсив То есть, если я соглашаюсь атаковать То я атакую А не они Из-за этого в защите, конечно, намного проще И укреплённость остаётся И всё остаётся А мы Пытаемся прорываться нашей пехотой И наши подлодки Как только сейчас доремонтируются Отправятся Кошмарить британцев И вот эти вот их линии снабжения Потому что здесь они уже не могут Теперь всё снабжение идёт через Вот такой вот Очень неприятный для них путь Мы его обрежем Ой, тут смотрите, на что они Они решили высадиться Блин, ну Хорошая идея Спасибо за Вайпнутые войска Французский империал Да, все ребята начинают возвращаться А мы уже Прямо сразу в войне Выстрелы над Дунаем Да Ягодславия Ну, в общем-то, как я и говорил Сейчас тоже ребята пойдут Ягодславия с Россией Так что сейчас я чувствую Начнутся вот действия боевые Турция присоединится к союзникам А союзники Это Россия Окей, а вот я в среда Прямо в войне Тут прям такой огромный альянс Еще и Польша, кстати говоря С Австрией в этот раз Ну, что я могу сказать А я не против Готовимся Давайте сейчас, наверное, выбьем Сначала Британию А потом присоединимся И к этой войне Ну и что, давайте все-таки Не ослабляем наш флот Верно И перед этим, кстати говоря Можем сделать Теперь мы Нишени, допустим, Французской республики Забатим их Потом попробуем Швейцарии И надо немножко Обыкнуть по политике По всем статам В деле, если верить Чтобы у нас танки Там забатились в бой Наши танки Просто сумасшедшие По статам Удачи им Хоть что-то им сделать И вот он Сычки на границе Ну-ка Ну вот так, да Мы самые лучшие В защите, конечно, все проще В 10 раз Давайте-ка Какая у нас будет Я бы сказал Лите скорее обороны И восточный, да Капитулирует Там неудивительно И что, в злом Наверное, Британии Будем параллельно вести Так же Соперник унижен Прекрасно Дальше давайте делать Дунайскую федерацию Так, пошли Стычки на границе Ну да, да В защите, конечно 700 от защиты Удачи Да, тот, кто нажимает С кнопкой Тут, в принципе, и побеждает С исключением Каких-то, не знаю, танков Теперь Польша Стычки на границе И я думаю, мы их там Моментально должны выиграть Тысяча защиты 900-700 атаки А мы самые лучшие Другое дело Итак, как я и говорил В Азии у нас здесь Вот, шансов защититься нету Поэтому там у нас Ничего и не было Слишком уж это далеко Сейчас наш флот Покольно чуть-чуть Ему еще остается дочиниться Непонятно, каких ресурсов Всего не хватает Хрома, как будто Но он просто не показывается Видимо, да Ну, смотрите-ка Хотят они нам бы ввить войну И они это сделали Эти безумцы Черт возьми Сделали Это ладно Не будем прямо Сразу атаковать Кстати, у нас генерал Немножко убежал Вот сюда А здесь был, видимо Вот Этот Наверное Направляем всю авиацию сюда И будем сейчас Начинать наступление Они воюют Они воюют с Россией И этого Показалось Что-нибудь интереснее взять А именно Давайте Нераскрытые дела Которые даст нам В принципе Это неплохие бафы И Казалось бы Или потом Но нет Давайте сначала Еще вот это Все заберем И в принципе Мы будем Фул готовы Сатинополь Хотят к нам Присоединиться Да, давайте И слушайте Они сами решили Пойти в наступление Это достаточно забавно Из-за этого Авиация нет там Где нужно Она у меня В атаке стоит А не в защите Это они Прикольно сделали И наш флот Полностью готов К боевым действиям Можем начать Мы уже В примере Попытку блокады В Британии Соответственно Подлодки наши Перемещаются Сюда же И я думаю Мы к битве готовы Все что я хотел Взять к ней Я взял Единственное Я еще наверное Чуть-чуть апнул Здесь вот торпедную атаку Но это в принципе Будет так сказать По ходу Здесь минус заметность Есть Здесь минус заметность Есть Можно еще взять Вот плюс атаки Потому что Время битв генералы Апаются очень сильно Румыния все же Решила к нам зайти Это забавное Развитие событий И что у нас по флоту Пока что Битв особых нету Подлодки наши Добираются Да И сейчас начнут Сражения Какие-то начнем Выбивать все их конвои Но сделал все-таки КБ против Франции Потому что Франция Все не вступает в войну А я бы хотел Начинать наступление Именно с Франции И идти как бы С запада на восток Сражение Но это Всего лишь подлодки Это неинтересно Ой Франция решила Не дожидаться А сама вступила в войну Ну вот тут Так и говорится Она и ошиблась Переправляем Нашу авиацию Вот отсюда Все-таки На Францию Теперь И пускай Французы получают Удовольствие Наш флот Выходит здесь уже В битвы Пока что Итальянский флот Только мы встретили Но сейчас Начнем сражаться Нормально Они немножко Регенли аргу И да Французы просто Проносятся Вообще без вариантов Не захватывают Париж Получаем Еще кучу Кстати говоря Опыта морского Параллельно Сейчас будем Жестко Очень выкачиваться Наземный Я думаю Туда же Как и Авиационный И мы требуем Выплату военного Долга Как говорится Да Самое Как говорится Время Я считаю Это Самый У нас Самые Сильные Аргументы Я считаю И да Видите Вот какая проблема Флот сидит В этих Битвах С подлодками И теряет Там кучу Организаций А сейчас Еще и топливо Канчается Но благо Есть где Покупать О А вот и сражение Помните Тут самый Самый Сильный Флот В мире Британский Как я слышал Так вот Это было Теперь просто покоится На дне Пролива Ла-Манш И с этой прекрасной новостью Пожалуй завершим Текущую серию Следующую Мы добьем Вот этот вот Альянс Они подумали Что они могут Сопротивляться Митталь И Европе Они ошибаются И затем Накажем Британию Покажем Что все таки Наш флот Первый в мире Пускай не придумывают Что то про их Royal Navy Как говорится Для Royal Fleet Хотя вообще Там ничего не Royal Ни Navy Ни Fleet Там тоже уже Скоро не будет Ну с вами был Другой Обязательно подписывайтесь Если вы еще вдруг Не подписаны Лайки, комментарии Триджи Скрутбусте Все как обычно До скорых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok